Думала, с чего же мне начать сегодняшний ролик. Как обычно, мое приветствие всем телезрителям, всем подписчикам, подписавшимся и тем, кто еще не подписался, но смотрит мои ролики. Я, как правило, небольшое такое приветствие в начале ролика. И я хочу начать его так. Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. То, что мне пришло в голову сейчас. Почему? Что это значит? О людях не говорят, что они умирают. О людях говорят, что они покидают этот мир. Они просто уходят. Они вообще смерти не существуют. То есть смерть – это просто сменить мерность. То есть смерти нет. Поэтому, да, вот сейчас, конечно, я не поклонница. Я не фанатка группы «Ласковый май», и в частности Юрия Штунова. Но хотелось бы несколько слов, пользуясь случаем, так как я этот ролик буду отправлять на YouTube. Вот я смотрю последние события, которые происходят на YouTube. Я просматриваю видеоролики других авторов. Да, то есть не могу не сказать, не затронуть эту тему. Но когда я услышала о том, что этот мир покинул солист группы «Ласковый май», Юрий Штунов, то я была печалена, так скажем. Потому что я все это время, конечно, находилась здесь. Но я не так принимаю всерьез то, что происходит в этом материальном мире. Потому что понятно, что здесь происходит каждый день, каждую минуту, каждую секунду какие-то происходят катаклизмы. Это материальная природа, это землетрясение, это наводнение, это люди уходят, люди появляются, люди рождаются, люди умирают. То есть это естественно для этого материального мира. Так же, как и растения. То есть они растут, они развиваются, потом они стареют и они умирают. То же самое и человек. Поэтому как-то я стала спокойнее относиться к этому. Но вот то, что покинул этот мир, известный солист группы «Ласковый май», Юрий Штунов, меня было как бы это событие, меня опечалило, затронуло. Я не хочу сказать, что я была поклонницей Юрия Штунова, но это мое поколение, это песни, на которых я воспитывалась. Это песни, на которых прошло, можно так сказать, мое детство, мое детство, моя юность. И, конечно, эта песня, мне эта тема очень близка, потому что вот все его песни, даже взять «Белые розы». Последняя песня, вот сейчас я смотрю, «Белые ромашки». И у него появилась песня «Седая ночь». И вообще сама группа «Ласковый май», само словосочетание «Ласковый май», то есть она уже говорит о том, что обладатель этой группы, человек, который поет в группе под таким названием «Ласковый май», то есть это уже необычный человек, да, и вообще звезды, да, вообще люди шоу-бизнеса, да, они приходят к нам, то есть у них уже открыта вот горловая чакра, да, если пройтись по энергетическим каналам, да, снизу вверх. То есть вот эта горловая чакра, да, это творчество, она уже открыта у людей творческие, да, потому что творчество, это творчество связано, да, с открытием как раз-таки вот этой вот чакры, да, горловой. Седьмая чакра, да, седьмая чакра, или шестая, да, шестая чакра. Седьмая – это вот здесь у нас, да, и восьмая – это вот здесь на макушке. Да, шестая чакра. То есть они приходят сюда уже к нам, да, если верить в реинкарнацию, если верить вообще вот в эти все, ну, потусторонний мир, да, и прочее, прочее, прочее. То есть если говорить о духовности, да, то есть они уже приходят к нам сюда, в этот мир, да, это необычные люди, творческие люди, да, у них уже вот эта чакра, да, горловая, она уже открыта у них, да. То есть они, это необычные люди, да, то есть это люди, да, они уже творцы, да, они уже творят, они уже творят, они уже создают, да, музыканты, писатели, художники, да, то есть все люди творческой профессии, да, они уже это необычные люди, то есть это люди, у которых, да, открыта горловая чакра, вот этот центр, да, энергетический, то есть канал, он уже открыт у них, вот, Потому что шестая чакра, да, горловая, это творчество, это творчество, да, и вообще все люди, да, если, что касается аюрведы, да, что такое люди, что такое творчество, это, значит, у этих людей, да, присутствует вата, да, то есть если разобрать по типам, да, души, три души существуют, да, вата, пита и капха, но это есть где-то на канале, да, у меня, я разбирала души, да, что такое пита, что такое вата, что такое капха, то есть если разобрать эти все души, да, то вата это у всех творческих людей, да, присутствует вот эта вата, да, вата, конституция, то есть по конституции, да, у них у всех присутствует вату творческих людей, То есть вата – это значит люди возвышенные, это значит легкость, это значит какие-то идеи приходят у людей, у которых вот эта Доша, вата, она существует. То есть это возвышенные люди уже, это люди летящие, это люди, у которых постоянно идеи какие-то возникают в голове. То есть это не то, что капхи, да, примитивные, приземленные, да, но если в человеке вот эта вата преобладает, да, а в творческих людях, да, эта вата, она преобладает, да, она развита. Вот, поэтому как бы люди творческой профессии, да, то есть те, которые, люди, которые уже пришли, да, люди шоу-бизнеса, это уже непростые люди, да, у которых творчество, горловая чакра, да, она уже у них открыта. Да, 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 вот этот центр энергетический, поэтому они поют, да, они творят, то есть творческие люди, это значит творцы, они творят, они создают, то есть значит у них открыт этот канал, да. Вот, поэтому вот что касается, да, Юрия Штунова, вот я хочу сказать, да, что я слушала его ролики на ютубе, да, последние дни его жизни, да, перед уходом его обращения, когда он говорит про реинкарнацию, да, что мы пылинки, пылинки здесь, да, во вселенной, что мы лишь пылинки, да, он говорил, то есть, ну, это говорит о том, что человек уже, в принципе, да, осознал себя, да, как частичку, как частичку, да, духовную, как часть целого, вот. И возможно, что, да, у него уже, как бы, поэтому, как бы, да, он покинул этот мир, ну, несмотря на то, что, да, в таком молодом возрасте, да, ну, как говорят, да, что у него был инфаркт обширный, то есть инфаркт – это сердце, да, сердце – это значит, ну, может быть, немножко, да, он, это люди, которые не умеют, как бы, ну, правильно, так сказать, отдыхать, да, то есть люди, которые не соблюдают вот этот вот ритм, да, отдыха и работы, то есть они всегда живут в напряжении постоянном, и отсюда, да, возникают вот эти все инфаркты, то есть сердце, сердце, да, если, это психосоматика, да, сердце – это, значит, человек, да, ну, немножечко, немножечко, да, немножечко где-то он переборщил, наверное, не дооценил своих возможностей, перебесердствовал, вот. Вот, но, в принципе, вот, поэтому, вот, пользуясь случаем, да, я хотела бы, вот, как бы, сказать, да, и его песни, да, которая, вот, наиболее, как бы, вот, даже до сих пор у меня в голове, да, да, то есть когда я услышала, да, что покинул этот мир, да, Юрий Штунов, то есть в обществе людей, да, духовных, даже, да, так скажем, людей духовно развитых, да, да, не существует вообще такого слова, да, понятия, как смерть, да, то есть люди, которые находятся, ну, которые, как бы, в обществе, да, духовных людей, да, то есть нет такого слова, да, смерть, поэтому покинул, да, они говорят, покинул этот мир, вот, и поэтому, да, когда я узнала, что Юрий Штунов, да, покинул этот мир, что его не стало, вот, то, конечно, первое, да, что, как бы я, когда мне сказала моя мама, да, что, ты знаешь, вот, Юрий Штунов, да, ты знаешь такого певца, то есть, ну, я была уже далека, да, далека, то есть я уже, как уже, наверное, больше 10 лет, да, я вообще далека, я не смотрю телевизор, да, я не интересуюсь мирской жизнью, да, то, что происходит вовне, вот, поэтому, поэтому, да, и когда она мне сказала, вот, ты знаешь такого певца, да, и первое, что, как бы, я сказала, да, конечно, я знаю его песни «Белые розы», вот, и вот, как бы, на устав, да, у меня, вот, как бы, эта песня, да, в голове, это его песня, да, и вот, на самом деле, песни, на самом деле, да, те, которые песни он пел, они все со смыслом, да, это не просто какие-то бессмысленные песенки, да, которые поют большинство, да, артистов, ну, новые артисты, даже их, и артистов-то, артисты, артистами нельзя назвать, да, вот, большинство, да, но вот его, то есть, там нет смысла, да, в этих песнях, то есть, это такие артисты-однодневки, да, песню послушал, ты ее забыл, даже уже и не помнишь, да, о чем он пел, да, но вот, действительно, песни Юрия Штунова, да, группы «Ласковый май», да, они, как бы, вот, все со смыслом, даже само название группы, да, «Ласковый май», да, словосочетание, то есть, знаете, как корабль назовешь, да, так он и поплывет, то есть, «Победа», да, это понятно, что даже была, была, по-моему, такая сказка, да, или мультик, ну, я смотрела когда-то очень давно, когда была еще ребенка, когда «Победа», как корабль назовешь, да, так он и поплывет, и две буковки, они отвалились, да, «Победа», две буковки, и осталась «Беда», да, и вот «Беда», да, и вот этот корабль поплыл, вот, как «Беда», и с ним, да, начали происходить, ну, какие-то приключения, да, и вот то же самое, да, «Ласковый май», то есть, понятно, что это уже, да, словосочетание само, оно говорит само за себя, да, название, да, и, наверное, артистов, да, нет, вот, нет, да, у которых название группы было бы такое, да, «Ласковый май», вот, и вот эта песня, да, и вот эти песни, которые, да, вот, что, которые он пел, да, особенно в годы моей юности, да, я помню, «Белые розы», да, например. То есть, это действительно песня со смыслом. «Белые розы, белые розы, беззащитные шипы, Что с ними сделал снег и морозы? Лёд витрин голубых, люди украсят вами свой праздник Лишь на несколько дней». Ну, дальше я уже не помню, то есть, ну, да, вот эта песня, да, она вот как бы врезалась в мою память, в мое сердце, да, и первая, когда вот мне сказали, да, что не стала Юрия Шетанова, да, я вспомнила эту песню, да, ну, как же, конечно, мама, Я помню, да, песню «Белые розы», да, вот, и потом как-то я вот отнеслась к этому очень как-то, ну, да, ушёл, ушёл, покинул. Ну, вот сейчас, да, прошло уже сколько дней, да, после того, как он покинул этот мир, и ко мне пришла, как бы, вот эта идея, эта мысль, да, в рамках рубрики «Дачный сезон», да, потому что всё-таки это по теме, да, «Поласковый май», «Белые розы», «Белые ромашки». То есть он тоже пел, собственно, в принципе, да, тоже мы с ним, можно сказать, да, родственные души, да, с Юрием Шатуновым, родственные души, потому что он тоже, его тоже тема, ему тоже была близка тема, да, то есть в его песнях звучало сострадание какое-то, да, милосердие, призыв какой-то, да, «Белые розы», то есть он пел о любви, «Седая ночь», ну, я, конечно, не очень знакома, да, с репертуаром его песен, ну, вот «Белые розы» в ряду. Да, в частности, та песня, которая действительно врезалась в мою память, хоть я уже и далека, да, от всего этого, вот. И вот, да, мы с ним, оказывается, да, что мы с ним родственные души, потому что, потому что тема, да, тема растений, да, тема любви, да, тема, ну, что касается милосердия, да, сострадания, то есть всех качеств, да, вот этих душевных, да, человеческих, то есть как бы вот здесь, да, мы с ним схожи, то есть здесь мы с ним, да, родственные души оказались, несмотря на то, что, да, он стоит, ну, как бы на другой ступени, да, то есть он звезда, вот. Ну, тем не менее, да, когда начинаешь копать, да, и копать, глубже копать, да, вот, то понимаешь, что, да, на самом деле есть что-то общее. Поэтому, да, я, примите, пожалуйста, да, мои, как бы, соболезнования, да, в рамках дачного сезона я хочу, да, также от себя, да, от своего канала, ну, сказать, да, несколько слов в адрес, да, то есть что касается группы, да, и что касается репертуара, песен, да, близким родственникам, да, хотелось бы вот примите, да, пожалуйста, мои соболезнования, и, то есть, да, тоже я очень-очень, как бы, сожалею, да, об утрате, даже, можно сказать, ну, наверное, оскорблю, да, вот, об утрате, да, такого молодого, да, и, как бы, ну, как это сказать, так вот быстро, да, быстро ушедшую звезду, да, можно так, наверное, выразиться, вот на, можно сказать, на пике, да, на пике своего, своих лет, да, и на пике своего творчества, да, на пике своего творчества. Спасибо. Спасибо. Спасибо.